Все, здравствуйте. Вон мама моя приехала из села. Здравствуйте, Людмила. Добрый день. Даже говорить не могу так от усталости. Бабушка приехала из села? Бабушка из села приехала, да. Я из села только приехала, а Раика 12 часов, начало первого. Я же в четверг уехала. Там знаешь, какой бурьон был? Они выкосили только на эту, на туку, а туда вишни рвать я не могла, знаете, меня не видно было. Я вынуждена ходить была, просить кого-нибудь, чтобы кто-то его выкосил. Был Олег на работе, он в саду, он тоже косит целый день с электроэто, или с этой, не знаю. Ой, мама розная. Вкусная вишня? Это все, что на собе. Вот возьмете в куличку. Но вот эти, что, это черные, они еще не поспели. У меня уже оборвало, какие есть. Сяду рядом с мамой. Ой, мамочка. Я чуть умерла. У нас такая жара. У меня хорошо, я закрыла. Я чуть умерла. Я шла, а не было плохо. Рай, вот оттуда бери, то уже дрелленами не бери. Не, 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 это я на варенье буду делать. Да. Бери мисочку, дай мне. Нет, 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 он мисочку вон там возьмет. Возьми там миску, ты знаешь, ты там возьмешь. Я просто хочу попробовать нашу вишню. Все, он больше не хочет. Они в этом году не очень, вообще у людей вишни нету. Это у меня еще немножко было. Людей нету, а у мамы есть. Да. Это, Света сказала, у меня нету, у Тетяне. Это Люба говорит, у нас нету. А вот это мытый, мам? Нет, это не мытый. Вкусный, вкусный. Вкусный. Это не мытый. Это не мытый. И красный какие. Ты не хочешь это на компот взять? То я Саше тогда с Леной отдам. Никто компот у нас не пьет сейчас, редко очень. Ну я отдам тогда Саше с Леной. Пусть придут, заберут. Я уже носить не могу. Я не в состоянии. Я еле сегодня привезла домой ее. Пошли на кладбище с нашими. И компот нормально? Вчера. Божьи. А чтобы не так очень понравилось, что не очень. Вот такие плитки маленькие. Вот прямо вот как гроб. Цемент вот это. И вот такие маленькие. Он пополам лезал. Просто плитки выложил. Знаете, что? Тут нету ничего. Такая крова была. Я не могла могилу. Знаете, как бы я боюсь на кладбище. Мы пошли в начало пятого. Она пока стирала. Три захода. Они так расширили это самое. Помнишь, что их достроены так? Типа балкон был. Они расширили таких две комнаты. Надя, это кто? Скажи, что люди понимают. Ты же рассказываешь. Моего брата двоюродного жена. В общем, иду на кладбище. Набрала воду пятилитровую, цветы иду. Жду, жду, жду. А она через сад, где мы шли. Через сад на велосипеде. Жду, жду, жду. Уже села на камень сижу. Думаю, где она? Я уже оттуда пришла. Что ей на велосипеде пять минут ехать. Я тебя на камни представляю, ждущий. Да? На камни тебя представляю, ждущий. Да, села на камни так прохладно сижу. Вижу, плетется. Не едет, а идет. Вот там трава. Она теперь не может ехать. Теперь дошли до дедушки. Трава на гробу вот такая. До половины вот, до половины. До половины. И такие, вот такие толстые. Вот хорошо, я с корнями повалевала. Она говорит, ты пока тут сади, а никого нет. Мы одни на кладбище. А я пойду к своим посмотрю. Оставлю около тебя велосипед. Уже я же быстро, я же когда боюсь на кладбище, я бегом делаю. Зову, 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 ее нету. Бам, мородная. У меня уже поджилки ноги трясутся. А кого ты там боишься? Светло же было. Там такая трава, такие заросли, что прямо я мамину могилу с бабушкой еле нашла такие заросли. Вот такие, вот такие. Я кричу, говорю, Надя, ты где делась? Тяну этот велосипед, тяну эту бутылку. Уже до мамы надо идти. Пошла уже к Соньке. Она около Соньки, около себя, там, около Степана убирает. Я около деда все выбрала и вынесла. А она прямо так все оставила. Хорошо, положила я конфеты, все. Ладно, ты велосипед бери, я иду к маме искать ее и бабушку. Боже, вот так, Карима. Вот так травы. Я вот так шла. Вот так, вот так. Я так болела, думаю, на что-нибудь не дай бог, там, что-нибудь будет. Или гадюки, или ужи что-нибудь. В общем, я дошла. И-и-и, маме тоже. Ужас, вот такие корни. В общем, повыревала. Руки трясутся, ноги трясутся. Смотрю, на тебе, опять нет. Кричу, где ты? А я там, в другой стороне. Мама народная. Я говорю, слушай, давай быстрее идем, уже все сделали. Чего ты тут торчишь? Она говорит, а что ты так боишься? Мы одни тут. Я говорю, тем более, что мы одни тут. Ой, мама. Я говорю, теперь проведи меня не через сад уже, а проведи меня дорогой туда. А я пойду через огороды. Ой, между этих яблонь пошла. Ой, такая жара пришла. Ужас. Там тоже жарко, да? Ты знаешь, я там ничего не ела. Я один раз поела. Один раз. Я выпила воду, вот это пластмассовое, коричневое. За весь день я бедро воды выпила. Да ты что? Да. Я тут в жизни не пью, стакан не могу. Я кружками прямо пила. Такая жара. Кушать не хочется ничего. Что взяла, то и привезла. Ты там есть в кадре хоть? В кадре, мама, в телефоне ты есть? Посмотри в телефоне. Есть, есть. Есть ты там? Есть, есть. Вообще не хочется. А когда к ней зашла, она пирожки делала с лишними. Дала мне кусок пирожка. То я только сегодня утром чуть-чуть. И вчера вечером чуть-чуть села. Еще навек даже там год кусочек помолять. Не доела. Вот такой кусочек дала. Ты же хотела похудеть. Ну правильно. Я и так не толстая. Я как посмотрела, какие-то сидят нас. Света. Потом это... Девочки эти... Ну соседи, они плотные самые. Плотные. Очень плотные. Я... Нет. Я что бы... Я, может, так не ем, как они. Я пошла к Надьке зашла. Она вареники. Не отпустила меня пока вареники. С шкварками делала. Она говорит, садись, кушай. Я говорю, я не хочу. Я с автобуса. Я не хочу еще кушать. Я всего три штуки съела. Ну три штуки тоже немало. Она говорит, ты что это? Три штуки. У меня это... Мала Людкина. Шесть-семь штук. Если ты что-то... Я говорю, Надя, не хочу, не лезь. Три штуки для жары, нормально. Ой, мама. Я на воде была. Я там была на воде. И так, и уже там... Там... Светы, колодец не ходим. Светы. Вот там никто не чистит. И черви, и все, что хочешь. Сюда идем. Дианя Юганова, и за Сергеем. Есть колодецы? Сюда идем. Ой-ой, это Любовницкая. Тетяне, там не берите, потому что там черви есть. Никто не чистит, а? Никто не чистит, никому ничего не надо. А где берут воду? Я же тебе говорю, что сюда выходим все. А что там не чистят? Откуда я знаю? А кто будет чистить? Сашку я так и не нашла. Алик это не сделал, что я просила его за лошником. И там... Сказал, сделаю, сделаю, сделаю. Ты не волнуйся, все сделаю. Я пришла, как была вот такая дыра, и там отвалено. Так и есть. На Сашку кричала, кричала сегодня Сашка. Сашка это сосед, так? Да, сосед. А он это тоже где-то хату нарует, да? Так он занятый все время. Он, наверное, спал и не слышал меня, когда я шла. Я хотела сказать, ты хоть номер уже другой есть у тебя или нет? Ты же... Тот номер недействительный был. Я позвонила, какой-то парень зовут. Говорит, нет, это никакой не Сашка. Ну, он теряет телефоны все время. Ой, там очень тяжело. Посмотрела... Знаешь, что это Сергей делает? Около забора есть, это две... Две это... Липы огромные такие деревья. Он мне в прошлом году говорит... По-моему, он не при тебе говорил, или нет? А, зачем мне? Говорит, вы мне не достали, я злижу цех две липы. Я говорю, а в честь чего я тебе даже такие деревья давать? Так он что делает? Берет малого. Малой обрезает ветки все. Там же только чалопок остался. Конечно, начнет всыхать. Он, возможно, будет резать. И встретила свою одноклассницу. Она туда далеко-далеко, когда круче идти... А ты не спросила у Натки, чего он полезен? Я не хочу, Натка, такая заклопотана. Это... Это... Как... Володька с дня на день уже туда... Я понимаю. Ну, а спросила бы у него, чего ты полезла? Все. Потом взяли, накидали эти ветки в сад. Оно заросло травой. Вот такая трава. И этот парень... А, как я это наняла? Думаю... А что ты не спросила? Он позвонил, спросила бы. Ну... Я не хочу вообще с ними связаться. Я говорю так... А, я его спросила... Я говорю... Это... Кто обрезал? Электрики? А так провода уже давно... У кого спросила? Нет, это мой маленький обрезал. А я говорю... А... А... Мне зачем вы ветки накидали? Обросло травой. Я наняла людину, платила гроши. И он мне говорит... Я не могу там... У него электро... А, а на что? Ну... Ну... Ну, мы заберем цигеляки. Ну, это не на все. Надо границ. А вчера... Уже смотрю... На двое его этих... Правильно сказала, забрали. Таскали. Все правильно. Надо говорить. Людям надо все говорить. Забрали. Но он не выкосил. А стал косить... Знаешь... Есть такая трава, как ромашки. Такие мелкие-мелкие. Значит, он от себя... На горбочку, от дороги... Это электро делает. А у меня... Около ворот... Самый больше. Прям густо-густо. Потом пошел... Делать к этому... К Таньке. На ту сторону. А я сижу и вот так смотрю боком. Косово так... Думаю... Карина, не мы ты там... Я мой, мам. Думаю... Сделает или нет? Везде сделал... А мою оставил... Пошел дальше. А потом... Может быть... Замучила... Взял... То я взяла... Грабли... То... Четыре родюшки вынесла... Этой травы... От дороги... А это... Не знаю, что делать... Не могу... Залез к вишням... Выше меня... Что делать... Я говорю... Люба... А где Олег? Олег... Тетяня... Олег... В саду... В саду... Где это... Вот ты бы... Один раз поехала... Там этот... Палоц... Фотографировала... Я хочу снять... Почему я не поеду? Теперь слушай... Иду... Пошла к одной... Говорит... Муж в городе работает... Пошла к другой... Говорит... На заработки уехал... Надька... Говорю... Твои ребята... Андрей в Киеве... Толик в Житомире... Там креша делает... Думаю... Боже... Что делать? Вижу... Эти двое ребят сидят... Сыдешь... Вот... Дети... Угу... Много... Что у них там... Где глина... Песок... Все... Они школу покончали... Иду к ним... Говорю... Они только видно встали... Без майки... Без ничего сидят... В одних трусах на лавочке... Я подхожу... Говорю... Мальчики... Добрий день... Я говорю... Вмієте косити кто-нибудь? Хочете заработать гроши? Вмієм косити... Я говорю... Не хочете мені вы косити? Я буду платить вам... Мені карла с циклом платить... Добре... Як пішоў... Добре... До сёнічного дня... Думаю... Иду вот так улицей... А этот дом... Где... Не-не... Мне это не важно... Я не знаю... Сергей... Где колодец... Сергей... Какой-то дом, да... Там это... Который мне крышу делал... Он ему продал... Он злобина... Хороший дом... Забор... Думаю... Через 5 минут... Пришёл... Выкосил... Я говорю... Скільки з мене... Я кажу... Так... По-божески... По-сусидски... Так ты его заранее уже предупредила, что он мало взял... Нет... Он вообще... Видно такое... Он говорит... Ну мне много... Много не надо... Но... На пачку сигарет дайте... Дала 35 рублей... Дала эти... Маленький ребенок у них... Родился... Полгодика... Шортики... Три штучки дала... Такие... Красивые хоть шортики? Да... Как раз для мальчика была... Я говорю... Это возьмите ребенку... Так пусть жена постирает... Это... Наших... Наших ребят... Я была давно уже... Лежат... Некому отдавать... Все вещи отдаем... А это... Люба... Какая... Довольна осталась... Одежда... И все... Обувь... Там обувь хорошая... Там много... Ну я и конфеты брала... Хорошие... Такие... Тоже... Да... И так он мне выкосил... А... Олег выкосил... И они не вынесли... Я на Радюшках... У меня до сих пор... Спина болит... И ноги... Ой... Я спать не могла... Меня так... Судороги хватали... Я, наверное... Раз в пять... Вскакивала... Ночью... Вообще... Ночью спала первую... Вообще... Эту ночь... Чтобы заснула... Ой... В селе надо походь... Да... Хаты... Потеряешь деньги... Не надо... Пусть стоят... Натька сказала... Что на их улице... Мама... Мы же не знаем... А это может быть знакомые... Да знакомые кидают с деньгами... Я не согласна... Боже... Пусть эта хата стоит... Пусть обрастет вся трава... Что ты бегаешь... Эту траву вечно срезаешь... Кому надо... Что ты там эту траву скасываешь... Кому надо... Я не могу понять... Ты знаешь как населиться... Ты что... С ума сошь... Я не влезу потом... А потом уже надо нанять... Уже когда хорошо... Нет... Да нет... Такие вещи не делают... Вот что значит... Городская... Ни черта не понимаешь... Там уже... Есть одна хата... Там... Вообще не поступишь... Нюся мне говорила... Рядом же... Я говорю... Боюсь... Может волки уже там завели... Кому ты в расстрочку дашь... На честное слово будешь... Если у человека... Надо визит и все приводить в порядок... Мама... Если у человека нет денег... Хочешь с нотариусом договор... Хочешь как хочешь... Он тебе не даст и язык покажет... И все... Мне кажется... В расстрочку давать кому-то... Если ты не знаешь... Мама... Это... Людка мне звонила... Она это... Ты знаешь какая это ее квартиранка... Ой-ой-ой... Она ей не заплатила... За месяц... Не коммунальные... Привила... Людка это... Мамина подруга... Да... Привила своих друзей... Она видна гулящая... Потому что... Сказали... Что... Каждый раз... Новые ребята... Поприводила друзей своих... И он... Он говорит... Что... Она платит... Это ее квартира... И вот так... Говорит... Встала... Вот так... Встала... И в хату... Квартиру не пускала... Вот так... И двое ментов стоит... А я говорю... Ты проверила... Что... Он говорит... Я адвокат... Ее якобы... А я говорю... Ты проверила... По свечению... Посмотрела... Не волну... А адвокат... Я говорю... Тебе тискают... Телегу... Она ее еле выпила... Она вот так... И ключи швырнула... Вот... Вот так... Прямо летели по коридору... И... Этот... Еще другой парень... Сейчас совсем другие пришли... Что-то заинтересовало... Поломали ей... Поломали ей на балконе... Если... Наверху тюль... Испачкали так... Что... Не может... Наверху тюль... Как ребенок... Ну ладно... Ребенок внизу может... Испачкали тюль... Не может остирать... Шкафы передвинули... У нее два шкафа... Она говорит... А кто мне передвину... Зачем вы шкафы передвинули... Ничего... Позовешь передвинут... Небольшая цацца... Говорит ей... Ну так квартирант... Хамка... Такая хамка... Не заплатила... Поломали в туалете что-то... Испортила холодильник... Я вообще в шоке... Вообще... Я говорю... Ты напрасно... Когда ее пускала... Надо брать дополнительные номера... Или где живешь... Кто родители... Мама в Киеве работает... Бабушка в Словуте есть... Паспортные данные надо брать... Ксерокс паспорта... Мама... Конечно... Ты что... Я ей сказала... Как ты можешь так пускать... Ксерокопию паспорта надо сюда брать... Если она не хочет договор... Я говорю... Дополнительные номера тоже... А вдруг что-то случается с квартиранткой... Кому будешь звонить... Ну это Людка... В общем она еле-еле выпергла их... И опять будет квартиру сдавать... Да... Она ищет... Уже давала объемление... Будет семейные... Не-не-не... Молодых уже брать не будут... Будет семейные брать... Молодых... Минтов... Два раза говорит... Совсем... Что это там орает? Жук... А? Жучок... Не-не-не... Дай мне... Мне не надо тут жуки... Это надо... Майский жук... Это знаешь... Не-не-не... Это знаю... Это не жук... Это... Знаешь чего... Смятый... Это я уже такие два утопила... Не-не-не... Я топлю их... Это что... Мне они... В квартире... Ладно... Сядь... Хорошо... Не сего же... Но ей опять будут сдавать... Это что... Она все время попадает на квартирам там каких-то таких... Я говорю... Ты почему сюда не хочешь переезжать? Но она даже в Киеве там... Люда... Это мамина подруга... Мы жили... Дружили раньше с семьями... И у нее сын был больной очень... Был в интернате до умственно отсталых... Что-то в этом роде... Он недавно... Этот сын умер... Они там специально в Киеве купили квартиру... Чтобы быть поближе к интернату... Муж там умер... Теперь сын пару... Неделю назад умер... Она приехала обратно... Периодически здесь квартирант отпускает в нашем городе... Свою квартиру... Она одну комнату сдает, да, мама? Да... Как это можно так сказать? Она говорит... Якобы она сказала, что это адвокат... Я говорю... Ооо... Это не на меня они попали... Это на тебя они попали... Она платит... Значит, это ее квартира... Она говорит... Как это квартира... Все учится я... Как это ее квартира... Люда, я говорю... Ты знаешь, что таким образом... Оббирают квартиры... Ты знаешь, я говорю... Что смотрят на людей... А потом... И могут и прописать... Заплатить деньги... Все, что хочешь... 21 минута... Заканчиваем... Все уже, да... Мама рассказала свой путь... Как она вещь, мама... Да... Что делать? Трудись? Пока ноги носят... Тружусь... А там... Не знаю... Я не знаю, кого орехи нанимать... Там никто ничего не... К орехам, мама, дай дожить до орехов... Там еще... Люди завтра умирают... Давай через неделю подумаем... С орехами решим... Вот, смотри... Видишь... Это газ... Две расчетки пришло... Всем людям приходят... Даже те, что умерли, не приходят... И смотри... И свет... Они пришли за... Якобы я там живу... Декабрь и январь... А как же я подаю... В Хмельницк... Показания отсюда... Вы что... Совсем... И главное... Посмотри в расчетке... Нету... Ничего нету... Нули стоят... Нисколько это самое... Нисколько свет... Нисколько киловатт... Ничего... И 180 рублей... Как это можно? Как это? Я в понедельник буду звонить... В Хмельницк... Я их покажу... Пока... Мама пока...